Я Валентин Томашевский, приветствую вас всех на канале. Сегодня обзор на героя Преподобная. Это легендарный герой из защиты, из фракции Священный Орден. Стихия Духа зеленый. Герой, накладывающий массовую контратаку. А таких героев у нас в игре всего три, так что этот герой очень нужен всем. Навыки атака по врагу с вертностью 45%, улучшаются еще на 30%, и того до 75%. Накладывающий большой штраф защиты 60%. Аж на два хода. Отличная стартовая базовая атака. Бастион Веры. Накладывает на команду бонус защиты 60%, контратаку на два хода. Накладывает всегда, без каких-то дополнительных условий. И перезарядка три хода. Нужно попасть всего лишь одной книгой сюда. Третий навык. Атака по всем врагам. Накладывает штраф атаки 50% и провокацию на один ход. То есть, вот эта вот провокация позволяет использовать еще преподобную и на арене. Потому что это контрольный вариант в какой-то защитной пачке. Этот навык требует уже четыре книги, которые улучшают урон и перезарядку на два хода. И не забываем про ауру. Аура у нее очень шикарная, потому что увеличивает защиту союзников во всех боях. Соответственно, отрываются какие-то новые башни, фракционные войны. Что-нибудь еще появляется, что у нас новое появлялось уже после вхождения в игру преподобной. А везде это работает. Параметры у нее соответствующие. То есть, у нее очень много защиты. 1400, 20000 здоровья, 93 скорости. Немного маловато, но для ее функции этого всегда хватает. То есть, ей, собственно, основная задача это ходить на клан босса. И скорость мы равняем по клан боссу чаще всего. Критшанский турон, сопротивление, меткость, ничего особенного. Башность книг. Книги нужны все. Нужно забирать весь бонус, весь урон. Здесь урон нужен, особенно перезарядка. Ну и, естественно, в первую очередь вот эта перезарядка нужна. По минимуму, это хотя бы вот эта первая перезарядка, надо сюда попасть. Уже тогда вы можете пристраивать ее на клан босса какого-то своего уровня, который уходите. И, соответственно, получать профит. Давайте глянем на просторах интернета, как примеры одевали люди преподобную. Вот такая преподобная курильщика. Выровнена скорость у нее. Но скорость 174 это высоковатая, ребята. Надо, чтобы выше этой скорости не было. Там будут сбиваться где-то под 20-й ход уже ходы. И, соответственно, надо, чтобы 174 было у самого большого скорость. Соответственно, ей преподобную лучше скорость 171-172. А остальной команде 173-174. 175 не стоит делать. Ну и кража жизни. Это отличный набор для нее. У этой преподобной вот такие таланты. Вот эта преподобная пожирнее. Здесь уже 5000 с защитой мы видим. Скорость у нее не выровнена под какого-то клан босса. Она универсальная. Тут ходит, видимо, везде. Большой крин-шанс довольно. Крит урон, гляньте какой. То есть такая очень серьезная девушка. У этой модели преподобной взяты вот такие таланты. Давайте теперь глянем в мое. Моя пришла уже настолько поздно, что я уже и не планировал ее даже использовать. У меня уже была анкил пачка к тому времени. Но со временем у меня вылезло такое, что моя анкил пачка не универсальна. Ее надо как бы водить на шестого клан босса. А неплохо бы, другого раз, и по пятому стукнуть. Поэтому вот была идея на пятую собрать через преподобную, чтобы, опять же, показывать ее. Несмотря на то, что она не одета в кражу жизни, даже одного комплекта бессмертия ей как-то хватает. Она, собственно, в пачке умирает одна из последних. И лечить ее не требуется. Ну, из предметов, видите, тут давно надо выкинуть эти перчатки на плоскую защиту. Ничего не полезного для преподобной не дают, как видите. В допах нет защиты, здоровья тут 300, что есть, что нет. Атака ей совершенно не нужна. 5% здоровья такое себе. Единственное, что 11 скорости. Просто, чтобы по-быстрому подогнать скорость. Не самая сильная преподобная. Вот такие таланты у меня взяты. Именно для того, чтобы все же попадать иногда в разлом брони с первого навыка. Ну и давайте такой пачкой быстренько сбегаем. Посмотрим все прелести преподобной на кланбоса. Это пятый кланбос. Разом скорости 194. Ему быстренько переодели знамя, чтобы подходило. Сняли знамя на скорость. Корольная 175. И тут она не 4 к 3 скорости. Стальной череп тоже 175. Не особо жирно он одет. ХС-ка самая обыкновенная. Ой, ХС-ка, говорю. Ледяная банши. Это у нас ни много ни мало. 173 скорости у нее. В общем, погнали таким составом. Попробуем на бесцветном боссе. И полностью на авто. То есть разлома почему-то я не увидел. Судя по всему, он первым навыкам ходил не разлом. Ну и, собственно, да. Вот контратака. Все контратакуют весело. Опять босс бьет. Опять все весело контратакуют. Ну и, собственно, вот это заслуга преподобной. Но на пачках с анкилом это все равно гораздо лучше выглядит. Поэтому преподобная, так скажем, промежуточное звено в эволюции между анкилами и контратакой. То есть, собственно, ну и она и есть контратака. Посмотрим на финиш, чем там все это закончится. Ну вот, как я и подозрел, а слабое звено стальной череп ушел от нас где-то в ходу на 25-26. Ну и, соответственно, дальше уже потихонечку развалится и вся остальная пачка. 21 миллион набили. И, собственно, этого хватает для того, чтобы за два ключа забрать. Давайте. Следом ушла холодная, это самая ледяная банши. Ну, уже не суть. Как-то-то они развалятся. На каком ходу. 37 ходов простояли. Соответственно, вот такой урон. И если бы защита была более выровнена, там, получше у них, то... Ну, чутка больше бы урона нанесли с такими отравителями. Ну и вот такая пачка, чтобы показать именно прелести преподобной. Показать, сколько преподобная набивает. Ну и за два ключа набиваем с пятого кланбосса таким образом на топовый сундук. Второй раз я поставил вторую баншу. Она гораздо быстрее. Пачка вся эта быстрее помирает. Но все равно урон практически такой же за счет того, что две банши вдвоем в сцепке очень хорошо дамажит. Соответственно, пачка, как вы видите, не особо тут мутная какая-то. Разум мы получаем. Ну вот преподобная. Это обзор на нее. Кач-корма. И хоть все говорят, что не годится она на кач-корма, но однако у нее очень хорошее время для кача-корма. Потому как с третьего навыка она сносит всех. Та же моя, вы видели, какой там у нее крит-шанс. Вот. Вторую волну перебивает по одному. И третью волну сносит опять всех с удара. Таким образом, вполне себе неплохое время у нее получается. Единственный, конечно, минус, что с мясом вторая волна там затянется, будет чуть больше секунд. Но несущественно. То есть качать корм преподобное в состоянии. Компания и войны фракции. На компании понятно, что она показывает прелестнейший результат. А войны фракции, если она у вас есть, то, естественно, очень сильно поможет. У меня, в частности, тут не особо есть кем разбивать. Такая вот разномастная команда. Давайте глянем, как там выступает преподобная. Ну, естественно, то есть у нее и удар по всем. С автокомбата она иногда начинает контратакой, иногда ударом по всем. В зависимости от силы противника. То есть вы видели, что на компании она начала с А3. Здесь она начала с А2. То есть повесила на всех контратаку и защиту. Воскрещения у нас здесь нету. Есть единственный Николас, который тут всех подхиливает. Ну и так как это дело не очень быстрое, я тут немножко ускорил. Давайте встретимся все равно на финише. Ну то есть вот конец боя. Мы видим, что преподобная и Николас стоят. Не умирают, хватает им. Регена не нужно. Но правда, может с Регеном они бы дальше прошли. Неизвестно. Так, пока я вот только тут застрял. Но факт в том, что преподобная на войны фракции однозначно очень хорошо захватывает. Даже если смотреть по урону, она нанесла урона, видите, на уровне Юлианы Оруженосца. А она им сколько дала дополнительных атак через контратаку. На 20-го дракона преподобная не в цвет совершенно. То есть она там будет танковать. И она, собственно, поможет нам только на волнах. На самом драконе вообще нисколько. То есть она поможет только добраться нам до нужного какого-то дракона. Гнездо паучихи. Не используется там преподобная. Очень можно так прикрутить, как велосипед 5-й колесо ему. Но не используют ее там. Ледяной голем. Все големы, которые ей в цвет подходят, кроме синего, шикарно будет она там работать. До самого последнего. Конечно, она не самый быстрый герой. Она больше герой такой поддержки. И у всех героев контратаки присутствует одна вещь неприятная. Когда вас бьет, собственно, сам голем. В это время у него на шкале здоровья какое-то отложено значение. И если ему с контратаки прилетит назад и это значение снизит, а еще стоят миньоны, то в этот момент может получиться неудобно. И, соответственно, его этот холодная месть очень сильно может и больно ударить по всей команде. Вот буквально только что мы это наблюдали. То есть была холодная месть. Он поднял одного миньона, второй был закопан уже ротосом. Поднял миньона. Все назад в ответ контратаковали его. И тем самым заработали еще одну холодную месть. И то есть такой получается двойственный результат. С одной стороны мы значительно быстрее ему нанесли урон, а с другой стороны была возможность, что все помрут. Но время две с половиной минуты. И это нормальное время. На лавового рыцаря везде, где по цвету подходит, ее можно брать смело до самого последнего за счет контратаки. Вы знаете, что контратака крайне полезна. На щит влияет. Когда босс бьет, сразу же ему в ответ летит такое количество контратак, что щит сразу же снимается. Сейчас мы пронаблюдаем эту ситуацию. Надеюсь, что она наложит контратаку. Где ты, преподобная? Давай, шевели батонами. Успей до босса это сделать. Есть контратака. Отлично. Получилось. Босс бьет. Получает. Это все еще идут контратаки. То есть, вот уже на стадии контратаки ему сняли полностью щит. Он его отодвинул. И дальше герои атакуют. И уже не летит у них, как обычно, все эти нужные обилки в щит. Вот. А все летит, гляньте, как шикарно. У нас порезали ему полоску хода. Так что, вот, преподобная. Ну, единственное, что на автокомбате не всегда именно так срабатывает, как хочется. Иногда она срабатывает не так. Время также две с половиной минуты. Ну, суть вы уловили, что ее контратака открывает щиты, помогает на волнах защищаться. Ну, а Минотауэр это более слабая версия, собственно, ледяного голема. То же самое у нас есть. Два миньона. У нас есть волны. И очевидно, что в лабиринте она очень хорошо поможет. Даже когда там противный цвет, будут бить ее. Она довольно жирная и вполне себе в состоянии потонковать какое-то время. Цитадель и она вхожа вовсе, несмотря на зеленый цвет. Цитадель Арканы и Цитадель Силы ей особенно зайдут. Там боссы жирные. Их обязательно надо ломать. Арена. Не самый сильный герой для арены. И можно использовать в защитных паках. В первую очередь из-за того, что она накладывает и бонус защиты, контратаки, а также имеет массовую провокацию. Вот провокация. Это у нее на арене самый полезный, наверное, навык. Ну, аура на защиту, если защитная пачка так же. Ну, это тот герой, который стоит нашего внимания. И давайте мы поставим оценки. Компания Пятерка. Клановые битвы Пятерка. Защита на арене Тройка. Атака на арене Четверка. Лабиринт Минотавра Пять. Гнездо Паучихи. Ну, Три, Четыре. Очень она поможет на ранних стадиях. Давайте все-таки на Четыре. Логово Дракона Четыре. Замок Лавого Рыцаря Четыре. Пять. Давайте пять, не пожалеем. Цитадель Силы Пять. Плато Ледяного Голема Четыре. Цитадель Духа, Магии и Тьмы не будем оценивать. Войны Фракции Твердая Пятерка. В заключение, что хочется сказать. Очень хороший герой, особенно в мидгейме, особенно на ранней стадии. На ранней стадии вам очень хорошо поможет прогрессировать в подземельях. На клановом боссе очень интересные пачки под нее собирать в контратаке. Каждый раз думаешь, кто за кем будет ходить, с какой очередностью, как там, кто контратаковать. Очень поднимает интерес к игре. Так что, если вы ее вытащили на Х2 под Х10 на эти выходные, вас всех поздравляю. И, пожалуйста, используйте ее. Наслаждайтесь этим преподобным героем. На этом все, друзья. Всем удачи. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова